Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл это видео, подобное видео впервые, я хочу сказать, что я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, фильтрую информацию из социальных источников, открытых официальных источников новостей в стране и соцсетей. То есть это новости, что на самом деле думают турки, что их интересует и о чем они вообще волнуются, каким строением в стране, что людей беспокоит здесь местных жителей. Я просто перевожу новости на русский язык, и я не профессиональный журналист, это мой просто личный блог. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку, обязательно зайдите, подпишитесь, телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Давайте приступим. Давайте я начну, наверное, с геополитических новостей, самых важных, потом перейдем к социалке в стране. По геополитике на данный момент было несколько заявлений президента, и Эрдоган заявил о том, во-первых, состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина. И в ходе этого разговора было все-таки заявлено Песковым пресс-секретарем Путина подтверждено, что встреча Эрдогана и Путина состоится в ближайшее время. Точной даты нет, но буквально вчера с трибуны в прямом эфире встреча состоится в ближайшее время, возможно, в августе. Даты точной пока что на данный момент нет, не выбрано еще. И второе его очень такое тоже значимое заявление, вы, наверное, знаете, смотрите новости в мире, что происходит, что сейчас в Африке творится, по поводу мятежа и перехвата власти, скажем так, сдвижения с места своего захвата демократического президента Нигера. И его комментарий президента Турции был о том, что испортившиеся отношения Нигера и Франции, потому что Нигер был колонией Франции когда-то, не так, кстати, давно, вроде бы 60 лет назад, это моя личная память, могу ошибаться. И Нигер перестал поставлять золото и уран во Францию, и он сказал о том, что личную оценку дал это такое наказание за жестокость Франции в прошлом, в истории. Конечно же, всех турок в последнее время, последние пару лет, но каждый день все, конечно, говорят о экономике и деньгах. Вот на данный момент курс лиры все еще удается Центробанку держать, они повышали процентную ставку благодаря этому. И сейчас он пока что курс доллара 26,9, практически 27 лир за 1 доллар. Вот эти пожары лесные, они зашли на второй план, их стало на этой неделе, кстати, было гораздо меньше. В прошлом видео люди удивлялись, почему Россия тушит, прилетели два самолета и тушит пожары лесные. Я хочу, я, наверное, зря тогда не сказала, хочу отметить, что это не бесплатно, это не просто бесплатная помощь, за это получают деньги. Это бизнес, турецкое государство платит за эту услугу. Вот, хотелось просто внести ясность. Температура воды в Средиземном море поднялась на 28,4 градуса, это самый рекорд вообще. И немножко статистики давайте по курсу валют. Доллар 26,99, евро стоит 29 лир 58 в Куруши, золото стоит сейчас 1678 лир. Вот такие цены сейчас у нас по экономике. Но это важно тем, кто тут, например, приобретает, едут туристы. Конечно же, ехать сюда нужно с валютой, с долларами. Знаете, еще дам такой совет, кому это нужно, конечно. Если вам предлагают на месте поменять где-то деньги, в отеле, в магазине каком-нибудь и так далее, это всегда будет самый невыгодный вариант для вас. Самый выгодный это обменники, они называются довиз официальные. В обменниках всех вы можете заметить, что чуть-чуть там проценты немножко разные, несколько куруш и разница есть. Потому что обменники индивидуально, конечно, как и частные банки, например. Банки, кажется, тоже можно обменивать деньги в офисах банковских. Они немножко ставят выше эту разницу от их заработок с обмена валют, с этой операцией. Но в среднем там плюс-минус все одинаково получается. То есть обменивать на руках или в магазине рассчитываться в евро и в долларах, это всегда невыгодно. И хочу отметить, что не забывайте, что в стране официальная валюта турецкие лиры. Если у вас ценник где-то в долларах, пишут, вы имеете право попросить человека, продавца, перевести это в лирах по курсу, который в стране, и сказать, сколько стоимость в лирах будет. Вам всегда запомните, выгоднее рассчитываться в турецких. Также в Apple Store и в Google Play появилось приложение. Оно называется Litim. Это возможность появилась оформлять у россиян, в том числе и у других каких-то стран, возможность оформлять онлайн виртуальную банковскую карту в Турции. При этом не посещая страну, это все сделать можно онлайн. Эта карта может позволить вам оплачивать товары и услуги, снимать с нее деньги в банкоматах. Можно будет по приложению, по QR-коду, который есть в приложении. Вот в этом, которое можно скачать, приложение Litim, Google Play и Apple Store. Пополнять ее можно по системе быстрых платежей. На сумму 250 тысяч лир в месяц лимит есть. Для регистрации вам понадобится цифровой скан вашего загранпаспорта. У берегов Чанаккале береговая охрана, которая хранит границу, они, скажем так, заметили лодку, которая была наполнена 57 иммигрантами из абсолютно разных стран, которые пытались приплыть к Турции. Их спасли, потому что у них там не было питания, того-сего. В общем, их приняли на берег, но отправили, так как их поймали. И они нелегалы без документов. Их отправили в спецприемник для нелегалов. Оформят документы, проведут процедуру. Там медицинский осмотр идет, накормят все прочее. Они там отдохнут какое-то количество времени. Там до недели вроде бы сло срок. А затем их депортируют во все их сраженном. Люди это обсуждали в, знаете, судачили, сплетничали. Это очень заинтересовало. Знаете, частенько бывали теракты различные. И, например, поэтому в крупных городах, как Стамбул, Ванкаре, Вазмире, да вообще практически во всей стране, у нас мусорки, которые на улице в центре городов, они прозрачные. То есть это просто такое крепление железное. И там стоит мусорный пакет большой. И люди кидают мусор туда, потом пакет убирают. То есть без дна какого-то. Потому что буквально 10-15 лет назад была серия взрывов, когда теракты сделали, закладывая бомбы в мусорные вот эти ведра на улице. Просто бы мог выкинуть любой человек коробку, пакет какой-то. Там была бомба. А в скоплении людей, особенно в Стамбуле, людей в центре очень-очень много. Их просто тысячи в один момент проходят. То есть очень было много жертв. Вот такая даже до сих пор система есть. Поэтому буквально на днях, не говорится в каком, но в торговом центре задержали двух мужчин. Как я поняла из новостей, они не иностранцы, а турки завербованные. Сейчас эта сеть типа вскрывается, узнает, что как. Которые должны были произвести теракты в торговых центрах, где скопление людей есть. Либо вообще их поймали, они шли по торговому центру, и у них загорелась сумка, из нее дым какой-то пошел. Просто гювенлик, то есть охранник обычно не полицейский, остановил там, что у вас, что вообще происходит. Таким образом они попались. А там были какие-то химикаты для изготовления бомбы. То ли бомба уже у них в кармане, там условно в пакете, в сумке в этой была. И они вообще шли взрывать в магазин или что-то там. В общем, они, короче, примерялись, смотрели, как это можно сделать. План, назовем так, прорабатывали. Источники, из которых я видела новости, утверждалось, что это граждане Турции завербованные. Два года, когда кого-то ловили из таких террористов подозреваемых, это все были, как правило, иностранцы из других каких-то стран. У нас подоспела недавно статистика по Турции, общественное мнение, Инстаграме. Зачем об этом говорить в новостях? Это очень сильно важно. Я объясню вот по этой статистике, которая недавно к нам подспела. Почему это важно, почему я это делаю? Так вот, статистика по соцсетям, вообще по мобильному трафику, по интернету, первое место в стране, конечно, занимает мобильный интернет. Хочу отметить, что в Турции он вообще ни разу не дешевый. Это не дешевое удовольствие. Это гораздо дороже, может быть, даже в два раза, нежели от стран СНГ или России. Каждый месяц один зарегистрированный абонент тратит в среднем, это на всех раскидали, среднее по абоннице сделали, порядка 16 гигабайтов трафика. Там фильмы смотрят, соответственно, новости читают, видео какие-то смотрят. То есть воспотребление в стране, это через телефон, это WhatsApp, приложение и даже всякий Netflix, Disney Plus и так далее, очень многие смотрят в приложении на телефоне. Вы это можете увидеть, например, у таксистов, которые могут смотреть видео какие-то, пока рулят и слушать примерно видео или еще что-то, информацию поглощать. То есть, условно, люди не компьютеры, планшеты смотрят, а телевизор больше. Конечно же, телефоны и гаджеты оттуда потребляют информацию, интернет-трафик. И вот на 90 миллионов зарегистрированных пользователей, то есть телефонов, номеров в стране сейчас зарегистрировано больше практически, чем на несколько миллионов, чем население в стране. Ну, конечно же, туда у нас ходят туристы, но все равно это очень маленькие цифры. То есть, условно, от мала до велика, даже у новорожденного ребенка, условно, если мы все это раскидываем вообще по стране, есть мобильный телефон. Турки, самое интересное, прикасаются к телефону, каждые 5 минут проверяют его, и в среднем около 150 раз в день берут свой телефон в руки, проверяют в соцсети, говорят по нему, смотрят и так далее. То есть, прикосновение к телефону около 150 раз. Это среднее, статистическое, не самое высокое. Про жару и цифры. У нас опять вернулась эта африканская жара, как она называется. То есть, это, по сути, циклон в Африке, зацепил Турцию. В Стамбуле средние градусы, 40 градусов, это вообще нормы. Самое тяжелое, что вечером не холодает, нет прохлады, свежести, и вечером ты выходишь, по сути, уже темно, солнца нет, но плюс 30 остается. Ну, 40 днем, конечно, вообще это ата-жесть. А вот 30 градусов, это тоже уже, условно, нет вот этого свежего, легкого воздуха, чтобы вдохнуть, или как-то получше себя чувствовать. Также в Анталии, в Анкаре тоже высокие градусы, но они в среднем 40. Есть, если мы берем вообще юг страны, там, где были полгода назад землетрясения, там еще там больше 40, там на градуснике в раскаленное такое время солнца, там до 50 градусов, 47, 43, 45, вот такие градусы. К сожалению, во время вот этой жары на прошлой неделе погиб один мужчина, им в районе 40 лет, от солнечного удара, и он погиб, потому что он работал почтальоном, развозил почту, он был карго. Карго – это доставка посылок, короче говоря. Вот почтальон-доставщик в Измире погиб, к сожалению. Причем в средних лет мужчина, его организм не выдержал, нагрузки еще и работы в таком случае. Практически у многих турок есть кредитные карточки, то есть когда ты можешь снимать какой-то лимит, какие-то деньги, и потом через, например, месяц, три раз, три месяца пополнять баланс карты до определенного уровня, да. То есть как бы условно брать взаймы эти деньги беспроцентно. Это вообще популярная тема, практически в каждой семье такая история есть. Ну, очень у многих. Я уж не говорю о том, когда берут кредит или покупают в кредит дорогостоящую технику, машины, квартиры, ипотека, все такое прочее. То есть кредит – это вообще обычная история в Турции. Банковский надзор в Турции, скажем так, заблокировал и запретил делать такси. Такси – это рассрочка платежа по кредитным картам на туризм, заграничные поездки, использование карт за границей. То есть если у вас есть кредитная карточка, вы можете ей пользоваться и полностью оплачивать сумму. Условно. Турки очень часто вот этой кредиткой или кредитами пользуются для покупки отпуска, отдыха, авиабилетов, туров за границей куда-то уехать, или даже внутри по стране, потому что разовая – это очень большая сумма получается. Ну, как бы им выгоднее. А потом они в течение каких-то месяцев закрывают этот кредит или эту сумму на карточку кладут, банковскую, кредитную. Так вот, Госбанк-контроль запретил операции в рассрочку платежа. То есть если ты хочешь платить, оплачивай сразу, либо не плачешь вообще. Интересную тему, да, расскажу. В Шиле – это пляж Черноморского побережья со стороны Стамбула. В Шиле, у меня, кстати, есть несколько видео оттуда с этого пляжа, мы очень часто там бываем. Там были обнаружены около 28 мин, по-другим неразорвавшихся данным, что-то около даже 38 называли. Ну, чаще всего в новостях в СМИ встречалась цифра 28 мин неразорвавшихся, а их прибило к берегу. Естественно, все сразу подумали, что это из-за войны, которая сейчас между Россией и Украиной происходит, что эти мины приплыли к берегу, закрыли, короче говоря, вообще все побережье Черноморское возле Стамбула. Потом другие пляжи прошли с миноискателями, проверили, они были чистые. И вот этот пляж Шиле в основном туда все это прибило. Его закрыли на несколько дней, он был закрыт. И потом, естественным путем, эти мины ликвидировали, взрывали. Есть видео в Инстаграме, посмотрите. Взрывали эти мины. Но по итогу, когда это уже несколько дней история мусолилась, то там очень много туристов приезжает. Там есть пляжи, как бы закрытые, частные. Приходишь, денежку платишь, залежек, все такое прочее. Не дикие только пляжи. Вот на это побережье Шиле. Там очень классно отдыхать, хороший песок. И волны классные, море хорошее. Так вот, получается, что получилось так, что очень много мин приплыло. И заявили официально о том, что это мины всплыли. Непонятно откуда. Вообще, времен Второй мировой войны. Непонятно. Либо это были мины Второй мировой войны, были использованы в конфликте, да. И напоследок хочу отметить, что начались протесты. Медики в Измире протестовали против условий труда, чтобы поднимали зарплату. Протесты были в Анкаре, в Измире, в Урфе, в Дьяр-Бакыре, кстати, тоже. Медики бастовали. Затем до этого в Измире прям протесты были сотрудников транспорта общественного. Это трамваи, троллейбусы, метро. И все-все-все не вышли. И бастовали. Тоже за повышение труда. Просто, понимаете, на такую зарплату, например, прожить, когда у тебя семья с детьми, ну, просто невозможно, например, чтобы индексация была и поднятие зарплаты. И даже на заводе ТОК. То есть это наш электрокар. Это гордость Турции, которую дарит президент всем, кому не лень вообще, да. Первым был он. Я много рассказывала про это. Ближайших стран, друзьям своим всем подарил. Очень большой пиар компаний был в мае. ТОК перед выборами даже использовался ТОК. Первый электрокар турецкий. Как достижение огромное. Ну, типа прорыв и так далее. Научные достижения. И даже на заводе, где производят ТОК, вчера буквально был протест. Сотрудники отказались, отошли от цехов, от сборки машин. Инженеры в том числе. Потому что они два месяца, оказывается, не получают зарплату. Сказать, что работать больше не будут, пока зарплату или какие-то начисления у них не появятся. Еще хочу отметить, давайте напоследок, было видео в соцсетях о том, как у двух женщин-туристок, русскоязычных, назовем их так, я не могу как бы свидетельствовать, паспорт не видела, какой стороны эти люди, происхождение их, назовем так. Ну, неважно. Две женщины, преклонного, назовем так, возраста, судя по видео, по голосам, которые отдыхали в отеле, все включено в Анталии. И при выселении у них нашли запасов на 35 килограмм. Тетеньки носили с кафе там палочки, как их назвать, соломка, затем пакетики с чаем, завтраков, утро, обед, вечер и все такое прочее. То есть пакет, короче говоря, чая, пакет упаковок с печеньем, пакет было, два пакета было сухофруктов, то есть это курага, инжир, там или еще что-то было, то есть то, что на столах лежит, ты можешь пить чай, кушать и так далее, не все это носили, выносили, себя в отеле складывали. К этому плюсам идет пакет шампуней всяких и полотенца. Ну, полотенца это вообще уже просто напрямую имущество отеля, это брать вообще нельзя, это прямое воровство. Господи, там яблоки и всякое прочее. Причем отель не дешевый, все включено максимально. У меня вот вопрос, честно, хочется просто признать, как житель страны здесь, видеть это в новостях по центральным государственным каналам в стране, где Турчанка, это сотрудница отеля, это видео комментирует, вот тут пакет того, то здесь этого, и там русскоязычные на фоне тетеньки говорят, вы go home today, мы сегодня уезжаем, пытаемся уехать домой сегодня, отпустите нас, типа там, условно, не применять их нам никаких санкций. Честно, видя это на центральных каналах страны, это очень стыдно, это просто позорно. Поэтому людей, которые еще хотят едут, отдыхают в Турцию, пожалуйста, ну не позорьте вы себя, свою страну, или свой язык. Ну просто, как будто как с голодного мыса, возможно, у людей, кто так делает, есть ощущение, что за все заплачено, могу забирать, ну не такими масштабами. Понимаете, просто есть нормы культуры, поведения и воспитания людей. Если вы нашли деньги на дорогую путевку в крутой какой-то отель, может не надо там ничего воровать, это очень позорно выглядит, очень некрасиво, и видеть, как в комментариях, в соцсетях, на турецком языке турки это обсуждают, высмеивают вообще, что об этом пишут, крайне неприятно. Ну просто, это просто очень стыдно. Да, называется испанский стыд за других людей, но понимаете, когда ты с этим сталкиваешься, год от года ничего не меняется, как бы тут уже no comments, можно сказать. Итак, вот такие у нас были новости Турции на данный момент. Подписывайтесь на телеграм-канал информация в инфобоксе, пожалуйста, ждем ваших подписей, лайков там обязательно, эмодзи, реакции на новости. Следующие новости выйдут примерно через неделю, посмотрим, что у нас будет новенького. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте видео в соцсетях, отправляйте ватсапе своим знакомым. Скоро увидимся, всем пока! Продолжение следует...